Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. И сегодня мы на старейшем предприятии Балакова, которое в годы войны вместо кораблей стало выпускать оборонную продукцию. Город Балакова в Великую Отечественную войну находился в тылу, и сюда эвакуировали целые предприятия. В сентябре 1941 Балаковскому судоремонтному заводу присваивают номер ленинградского коллеги 661, и предприятие, которое с 1918 года занималось ремонтом и строительством судов, переходит на производство военной продукции, но при этом не теряя своего исторического значения. Из Ленинграда прибыли бригады моряков военно-морского флота. Приезжие специалисты вместе с балаковскими заводчанами начали строительство военных кораблей, которые дооборудовались и с командами моряков уходили на фронт. Всего было выпущено около 10 таких кораблей. Переоборудование судов в канонерские лодки, потом строительство, оборонный заказ, снаряды, мины, гранаты. Вот это все переключились. Их надо было очень много. Анатолий Ермоленко, смотритель небольшого музея судостроительно-судоремонтного завода, бережно собирает и хранит историю БСРЗ. Проводя экскурсию, он сам как будто переживает сложные военные годы, хотя в 41-м только родился. Несмотря на то, что в наш город Анатолий Павлович попал уже после войны, именно благодаря его стараниям мы можем проследить путь развития завода. Фотография, с чего начиналась. Это вот старые цеха, которые снесли. Вот на стендах фото первых работников и рассказы об их достижениях. А вот экспозиция самого сложного периода – военного. На этих фотографиях не только мужчины, но и представители прекрасной половины человечества. Ведь именно они в годы войны встали к станкам. На помощь своим мамам приходили подростки. Они понимали, что изготовление боеприпасов и ремонт судов – совсем не женское дело. После короткого курса обучения они принимались за работу. 14-летние уже работали. Спали прямо в цеху, потому что круглыми сутками поспал и снова за работу. На Балаковском заводе проводили переоборудование судов под плавучие госпитали. В них делали палаты и операционные залы, обустраивали лифты для подъема раненых. Операции проводились прямо во время рейса и благодаря этому удалось спасти множество жизней. Завод был загружен очень и очень. Ремонтировали суда, которые попадали под бомбежки. Их сюда приходили, ремонтировали и снова не отправляли, потому что перевозили раненых, перевозили в боезапас. Однажды на заводе подошли к концу запасы металла, а без него не обойтись. И тогда за дело взялись молодые активисты. Комсомольцы объявили сбор металлолома по всему городу. В итоге всего за неделю было собрано 300 тонн черных и цветных металлов, и производство не остановилось. Работники завода, которые не могли уйти на фронт, оставались на предприятии и круглосуточно трудились ради общей победы. После окончания Великой Отечественной войны Балаковский завод вернулся к мирной жизни. Он снова перешел в ведение Волжского объединенного пароходства. Заказов у него было очень много. Суда требовали ремонта. Началось строительство речного транспорта с электрогидравлическими машинными телеграфами. Внедряется дистанционное управление. Анатолий Павлович, который много лет пороздил речные и морские просторы, и сейчас хоть с закрытыми глазами покажет, как управлять судном. Машина на стопе. Ну, дает, например, самое малое приведет. Точно такая штука стоит в отделе. И вахтный механик должен повторить тоже стрелку оттуда. Раз, и он сюда же встанет. Значит, там поняли команду. Сейчас уже нет в живых тех, кто трудился в годы войны на Балаковском судоремонтном заводе. Но память о них хранится в маленьком музее. Анатолий Павлович сам составлял альбомы, писал хроники, собирал факты. У хранителя музея в планах расширить и обновить экспозицию. Потому что со временем информации становится все больше. И нельзя допустить, чтобы история одного из старейших предприятий Балакова осталась недописанной.